добрый день дорогие друзья сегодня 29 по моему ноября очень солнечный хороший денек небо как вы видите голубое голубое но у нас нет снега все черным черно это вот остаточки того снега который так долго у нас лежал но потом растаял настроение замечательное я иду опять в гости к дочери вот ну и решила немножко включиться во первых еще раз продемонстрировать вам свой комплект трансформер уже с этим пальто мне тепло комфортно в общем все замечательно вчера с лёшиком отдыхали да я там видео не вставила забыла да и уже длинное видео получилось 30 минут проверили мы это бензопилу благодарю за ваши отзывы кто-то уже купил эту пилу и опробовал и она подходит даже женщинам я так поняла что справляются и хорошо пилит ну и хорошая цена я имею ввиду лёшику повезло купил дешевые теперь да в этом пишите что вы купили как-то назвать ну бухту такую что ли электрошнура на 50 метров и теперь все хорошо мы тоже уже лёшик отложил в корзину там за 2 700 нашел этот шнур и мы тоже его купим надо будет и там деревья в конце огорода спилить и сарай распиливать в общем чтобы это было одним шнуром так конечно же удобно вот сейчас наверное прервусь там народ идет не хочу я чтобы они видели что я снимаю вчера целый вечер я сидела смотрела идея нашла пряжу джинс это по-моему от яна арт полу хлопок там 50 хлопок 50 акрил вот но это пряжа мне нравится очень хорошая вот нашла такого она серого цвета благородный такой светло-серый и нашла мохер тоже голубой в общем смесовки получается очень красивый нежный цвет мохер от ализе роял по моему так вот целый вечер просидела просмотрела разные идейки то есть хочу связать жилет но такой жилет с горлом не с какими вырезами а вот именно зимний жилет очень удобно жилет и мне нравится во первых вот когда одеваешь верхнюю одежду не слишком жмет руки свобода движения и в то же время тепло здорово перейдем быстро 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 вот очень много всяких идей я повторюсь ну вот между двумя идеями я остановилась приду домой от дочери покажу вам что это за идеи один узор нашла в книге вот хитоми шида 240 или 250 узора не помню очень нравится ну и другой узор нашла в интернете схему может быть еще что-то переиграется в общем хочется связать этот жилет я уже начала там образец вязать посмотреть как пряжа ведет себя как какие спицы подобрать в общем вот такая у меня мысль сейчас свертится в голове связать себе жилетик вот как же хорошо идти когда не скользко в принципе вот так прошел наш день так вообще удивительно лёшек приехал говорит ну что какие на завтра планы я говорю никаких будем отдыхать вот в озон сходишь заберешь эту пилу и бур и будем с тобой отдыхать и так мы сделали наконец-то мы дождались то время когда мы можем спокойно позволить себе отдохнуть ремонт позади впереди зима и будем немножечко конечно теперь отдыхать вчера звонил он по поводу керамзита которым мы хотим утеплить потолок в доме я уже вам говорила в общем здесь в чеплыгине даже на заказ мы не можем купить не не делают такие заказы нам нужны фракции не крупные сейчас машины проедут вот эта федеральная трасса она очень шумная очень шумная одна за одной вот впервые я увидела автобус дети первый раз наверное детей в школу возят так что придется этот керамзит вернее не так он пришел в один из строительных магазинов наш наш ему объявили такую цену заоблачную что-то почти дороже в два раза даже с учетом бензина если лёша будет вести из москвы то это очень дорого очень поэтому здесь не будем покупать этот керамзит мелкие фракции а лёша будет потихонечку вот сколько в машину влезет столько и привезет засыпем потом до следующего раза ну я думаю что так потихонечку мы утеплим потолок вы мне там писали что утепляют опилками ну вот в опилках как раз заводятся мыши друзья поэтому я не хочу опилками у нас уже был опыт в утеплении пола керамзитом и в погребе вы видели я сыпала очень хорошая вещь поэтому будем утеплять керамзитом смотрите какие елочки здесь возле дома можно украсить и будет новый год ну вот с таким вот медленным шагом еще чуть-чуть и я буду у анечки все новости пока вам рассказала больше вроде то ничего нет из новостей там просили размеры камина я где-то говорила в видео ну в общем я приду домой еще раз померяю может быть схему нарисую и тогда уже вам подробно расскажу так что сделаете и вы у себя такое чудо это на самом деле чудо очень приятно музыка не на отдыхать все пока отключаемся то там и машины и толпы народу итак друзья показываю вам размер нашего камина значит сейчас лежит рулетка это вот от этого угла и до этого угла здесь сто два сантиметра значит сама платформа вы видите что здесь две платформы так скажем фундамента камина она естественно больше то есть прибавьте к этим сто двум сантиметров сантиметром по три сантиметра с каждой стороны это шесть сантиметров и еще пять сантиметров с каждой стороны 10 сантиметров значит 16 значит получается 117 сантиметров это вот это вот крайняя длина ну то есть самая длина самой длинной вот этой платформы то есть первичная на которой стоит камин там вы потом как захотите так и сделаете я приблизительно и вам говорю размеры ну у кого сложно с пропорциями просто вот как такое небольшое пособие хотя бы от чего-то отталкиваться значит что еще глубина камина хотела сказать взвесим вот что значит работаешь с пряжей сейчас померяем и так ширина колонны 20 сантиметров вот сюда вот так скажем вырез под топку и какое расстояние отступить вот ну так скажем столешницы камина тут вы уже сами можно вот эту вот топку сделать ниже можно выше но я сейчас вам скажу наш размер мне одной рукой неудобно показывать вам рулетку но поверьте вот от значит самой верхней точки и до выреза у меня 29 сантиметров получилось вот здесь вот 30 сантиметров вот это вот часть но вот в принципе и все ушло здесь у нас три листа пеноплекса осталось там еще кусочки там у меня лежат вот собственно говоря вот это что вырезалась может быть я куда-нибудь еще это мне пригодится и там совершенно но маленькие маленькие кусочки высота камина сейчас померяю значит высота камина от пола и до ну так скажем вот до этого места сто восемь сантиметров плюс ширина столешницы 4 сантиметра ну вот плюсуйте 108 плюс 4 что-то получается сто двенадцать сантиметров вот такая высота камина ну в принципе и все еще есть внутренние стойки некоторые выносят вообще не делают вот эти стойки просто пустота но мне так не нравится некоторые эти стойки выносят прям вот так вот заподлицо стопкой ну а мы решили сделать чтобы она была немножко углублена там буквально тоже ну вот вот такая вот ширина ну где-то 7 сантиметров на 7 сантиметров углубились вот эти вот две стоечки вот как крепить столешницу есть видео я показывала сам этот процесс когда лёшек все это делал она у нас держится на кронштейнах как полочка а потом задвигается вот эта вот часть камина найдете это в видео кому интересно кто любопытный а может быть вы свой способ найдете крепление столешницы вот так что у вас все должно получиться ну а теперь давайте вернемся к моим идеям что я собираюсь вязать а вот такой очень простой свитер или джемпер скорее всего остановлюсь на нем здесь очень все просто мне не хочется мне каких-то замысловатых рисунков в общем скорее всего буду вязать вот этот джемпер сейчас покажу еще на что у меня упал глаз вот еще вот такой джемпер селма называется вот здесь вот написано можно найти на в стране мам и в пинтерест описание тоже вот такой красивенький может быть даже и на нем остановлюсь конечно сделаю по своей фигуре здесь девушка очень стройная худенькая тоже в принципе не тяжело вязать и спинка вот такая вот эти подчеркивающие талию вот эти элементы тоже неплохой свитерок свитер селма джемпер селма найдете даже в поиске забьете и найдете здесь подробнейшее описание вот так вот называется сайт этот так счет не хочет фокусироваться пассион форум вот так вот на него упал взгляд и еще на пару узорчиков вот из книги большая книга японских узоров сколько же здесь на 260 ну наконец-то увидела я сейчас я вам покажу тоже на что у меня упал глаз ну и дождусь ваши комментарии что вы мне скажете по поводу моих идей какая из них вам нравится больше значит мне понравился вот этот узор под номером 112 даже уж такой вообще не хочет фокусироваться и это новый телефон рядышком узорчик понравился тоже естественно 111 здесь больше ажура счастья вам покажу вот этот узорчик тоже неплохой по моему я даже его уже вязала в образцах но просто из хлопковой пряжи вот эти косички ну конечно чтобы не все было в косичках а как-то немножко их прорезить вот а вот интересно вот так тоже интересный узор но здесь все видите на изнаночной глади ну вот пожалуй наверное и все но больше я склоняюсь вот к этому серому узорчик у уж очень-очень мне нравится вот мне не хочется что-то такое вычурное понимаете не хочется ажура хочется сделать ну что-то вот простое я вы знаете я заметила вот нашу те вещи которые очень простые так скажем про простой узор простой фасон как-то поменялся вкус все больше хочется чего-то простого давайте покажу вам пряжу это я на джинс все вы знаете здесь 50 процентов но вообще вообще нет фокуса телефон что с тобой случилось может и замерз но я уже давно дома но в общем здесь 50 грамм 160 метров и здесь 50 на 50 хлопок и акрил я думаю что все вы знаете эту пряжу значит сейчас скажу оттеночек вот этот серый номер скажу не хочет работать фокус но в общем оттенок 49 здесь и я вот смешала значит вот эту серую пряжу вот таким голубым дешевым мохером то есть две вот эти вот ниточки и получилось вот такая вот такой оттеночек мне очень нравится вижу список и спицами четыре с половиной но в общем не знаю сейчас буду начинать или завтра пока вот не определилась с моделью загружу видео и немножко подожду ваши комментарии что вы думаете вообще по поводу вот этих моих моделей которые я выбрала узоров но и по поводу вот этой пряжи а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео я вас всех понимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена пока пока а Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok